Всем привет, ребят! Хочу сегодня представить вашему вниманию новую нейронку от Stability.i, которая называется Stable Video Diffusion, которая вышла несколько часов назад. Я её, наконец-то, собрал и готов о ней вам рассказать. Ну как собрал? Собрал её на коленке, там без туториалов, без инструкций, очень всё коряво, но удалось завести, пощупать, посмотреть и вам сейчас показать. Итак, Stable Video Diffusion, то есть у нас будет генерироваться видео, не изображение. Но вот в чём прикол. В отличие от аниме дифа, я прям не могу про него сейчас не сказать, да, не рассказать, как у нас хитрость разная работает, как Deform и прочее, да. То есть мы сегодня говорим про видео. Нужно показать пример с аниме дифом перед тем, как разобирать именно этот кейс. Итак, аниме диф у нас просто что-то там генерирует, например, catwalking, есть сценарий такой, допустим, там 512, 512 и генерируем просто catwalking. У нас есть картинка. И просто на случайном сиде у нас генерировался код, который куда-то идёт. В NPA может там всё поправить, классно, хвост честный, вроде ноги, лапы, всё классно. Но когда мы подрубаем аниме диф, он, не зная вообще контекста никакого об изображении, пытается на разных сигма-дельтах, на разных там экстра-сидах проворачивать по соседним вообще вариациям это изображение и пытается что-то построить. Логики в этом никакой нет. То есть он не понимает контекста вообще, то есть он и не обучен понимать. Это именно хитрости, которые нам приносят разработчики именно развития нейронок. Итак, давайте я сейчас всё это дело включу, пинжи убираем, луп более-менее, чтобы было нормально, 512 и погнали. Ещё раз, перед тем, как показать вам, как работает Stable Video Diffusion, нужно показать, как это работает здесь. Здесь работает от того текста, который вы сами пишите, catwalking. Ну и опять же, он делает картинку, на основе которой может что-то сделать. Если бы я сейчас, ребята, сказал, что, допустим, у нас машина куда-то едет, да, там speed, car on road, неважно, она может в движении быть, motion, там, fast, что угодно, там, можно написать riding, driving. Всё это будет корёшиться влево-вправо, машина может боком ехать. То есть нейронка, ещё раз, не понимает контекста, она этому не обучена. Она обучена знать, как выглядят изображения, едущие машины, а в какую сторону, как она едет или как человек ходит, да, ей это неведомо. Так вот, Stability AI нам заявляет, что они создали модель, создали, создали, пишите в комментариях, как правильно, создали, создали. В общем, и то, и другое они, видимо, сделали, чтобы подарить нам эту нейросеть, которая позволяет нам генерировать на основании изображение. То есть они обучали свою модель на контексте, не просто на картинках, но, тем не менее, на картинках. Итак, аниме-див что нам делает? Начинает коверки кота таким образом, что хвост откуда вырастает, туда же обратно успевает врасти, что кот от этого успевает побелеть, как видите. Вот что называется логика в глазах нейросети. Как это работает здесь? Здесь мы можем просто кат-вокинг без аниме-дива генернуть, подсунуть картинку и сгенерить то, что нам нужно. Итак, я делаю кат-вокинг. Пошёл, шагает, лапой вперёд. Давайте его всё-таки проинпейнтим, чтобы чуть-чуть был помелее как-то котяра. Вот так вот выделяем, делаем где-нибудь там 0.5 The Noise, Only Mask и просто кат-вокинг на Deliber, даже инпейнт не буду включать, просто вот код довольно идёт, и я верю. Всё. Вот на 100 этой картинки мы будем делать. Я могу взять с интернета изображение сгенерировать, это вообще не важно. Нажимаем Load Model. И сейчас он, ребят, будет грузить всю память вообще. Поэтому я себя вырубаю, потому что смотрите, насмотрелись на меня, я сейчас себя выгляжу, потому что он забирает вообще все ресурсы, которые у нас есть. Национальное требование к этой нейронке, это, по-моему, около 16 гигов. То есть они не сказаны, но будьте уверены, 16 гигов у вас в видеопамять точно сожрёт. У меня всегда это 16, 18, 20, потом в потолок упирается, в видос начинает лагать. То есть это уже просто невозможно что-то правильно делать, даже записывать экран. Так вот, я закрываю себя, и что мы смотрим? Видим такое вот окошко, здесь мы видим ошибку. Ещё раз, репа, вот это вот всё можете скачать официально под видео, ссылка будет. Stable Video Diffusion, соответственно, официальный этот. То есть сборки пока никакой нет. Если нужна сборка, ребята, вы знаете, что делать. Идёте на Boost, донатите. Итак, я убираю кота сюда. И что мы видим здесь? Дискретизация, Sigma Churn. То есть разные вот эти крутираторы, которые нам дают. И видим здесь Hide и Width почему-то в обратном порядке. Сейчас объясню, почему. Пока я это говорю, давайте нажмём сразу Sample. Все вот эти вот крутираторы вообще по сути роли не играют, сильно ничего не меняют. Как сможет, так и поймёт. Итак, у нас модель, которую нам даёт Stable Diffusion, она нам даёт возможность генерировать видео на изображении, какое бы мы ни подсунули, на любом разрешении изображения, на любом разрешении видео. То есть я подсовываю сейчас квадратную картинку, а говорю, сделай мне плоский видос. То есть 576 на 1024. Могу сделать наоборот. Модель, чтобы вы понимали, обучалась именно на этом разрешении. Поэтому помолчание выставлено именно таким. То есть можно сделать 512 на 512. Будет, естественно, быстрее работать, и, соответственно, памяти будет жрать меньше. Все остальные крутираторы, ещё раз говорю, они не сильно отчёт влияют. После того, как я нажал на Sample, у нас пошёл сэмплинг. Давайте развернём по своём консоли, что там происходит. Вот целую минуту у нас это всё дело заняло. И вот сейчас, через минуту, он нам построит секвенцию примерно так же, как аниме Diff. Он точно так же вот здесь сделал, как вы видели. Точно так же эти кадры были когда-то обучены в компании Stability. То есть если раньше, допустим, нейронка на изображение обучалась там изображением разных зонтов, то здесь именно контексту обучалась. То есть реально Stability.ai нам заявляет, что они обучали контексту. То есть они подсовывают не просто картинку с зонтом, а именно целую секвенцию, как это всё происходит. И вот, пожалуйста, вот она секвенция. Вот примерно такие изображения Stability.ai подсовывали себе. Консоль пока свернул. Примерно такие изображения они подсовывали, где кот что-то там ходит. И, соответственно, когда кто-то что-то там генерирует, например, другого кота, например, вот такого, то котик точно так же пойдёт по логике. Давайте смотреть, как он будет тут ходить. У нас 4 секунды, никакого звука тут нет. И можно было сделать покороче, чтобы было бы ещё быстрее. Но я показываю сразу на повышенном разрешении. Нажимаем Play и смотрим. И вот кот, смотрите, начинает шагать. Почему он шагает, как это получается, в отличие от AnimeDiff, очень просто. Потому что, ещё раз, нейронка понимает контекст. И она именно обучалась тому, как кот ходит. То есть ей даже писать это не надо и подсказывать, что называется пром, да, от английского слова пром. То есть подсказывать ей ничего не надо. Давайте сделаем пример параллельно на вот этом изображении. Что у нас произойдёт со снежинками, причём я сделал сейчас разрешение какое-нибудь поменьше. 512 на 512, просто побыстрее, чтобы это работало. Идём в самый низ, точно так же нажимаем Sample и погнали. Пока он это делал, хочу сказать, что я лично в большем восторге от той NeuroCD, которую я показывал буквально несколько часов назад на Boosty. Смотрите, какой результат. В данный момент я что-то говорю. Смотрю по сторонам, поворачиваю головой, опускаю вниз, смотрю опять ровно и снова что-то говорю. Как вы видели, Морган Фриман в точности повторяет мои движения, причём фон-то его остаётся, а лицо моё. И вот эта нейронка меня больше впечатлила, поэтому, опять же, я недавно снял видео Бускваль несколько часов назад. И тут, как только я закончил, вижу, как стабилити выпустили свою нейронку. Ещё раз, все вот эти вот крутилляторы мы рассматривать не будем, и все вариации. Мы просто смотрим на базовых параметрах, на рекомендуемых, как это будет работать с 512 на 512. В этот раз мы подсунули, как вы помните, квадратную картинку, наоборот, очень большого разрешения. А видео мы сказали, давай их сделаем маленькое, и он даже с этим справляется. То есть, как видите, веточки качаются, и каждая из веточек перекрывает другую. То есть, логика действительно есть. Это уже не наебалово, ребята. Это чистейший, прям реальный контекст, который стабилити заявляет. Понятно, что разрешение не очень высокое. Понятно, что Жор очень сильно ресурсов. Но нужно и так понимать, что мы за этот год уже перешагнули так быстро, что я говорил, кстати, год назад, то, что к концу года мы будем получать полноценные видео, секвенции, то есть те секвенции, в которые я верю. Прямо, если я вижу 3-5 секунд идёт секвенция, я прям уже смотрю, я не понимаю, это художник или это он там в нейронки допилил. Это ровно то, что год назад говорил. Сейчас я прям даю прогноз на следующий год. Кстати, кто не видел, у Макса на Невермании я делал интервью. Смотрите, пожалуйста, если кто-то на Телеграм не подписан, вы можете со мной ещё одно видео посмотреть, где очень подробно мы сидели по болтушке, спичка, рассказывали друг с другом, обсуждали, как будет идти вообще прогресс и так далее. У нас всё упирается в то, как я и сказал у Макса, вот буквально недавно я на подкасте интервью всё сказал, и прям, пожалуйста, спустя какое-то время опять выходит нейронка и опять основное изображение. То есть, ребят, вот то, что многие могли не усечь, всё, что сейчас не делается, нейросеть не могут обучаться на видео. Всё упирается и отталкивается от изображений. То есть что AnimeDiff, что Stable Video Diffusion, что прям вот что угодно сейчас берите, всё опирается на секвенцию каких-то изображений. То есть первый шаг мы сделали, который именно хорошо делает, опять же, изображения, на основе которых мы можем делать уже видео. Ну и, как вы понимаете, так же, как в ЧАД-ЖПТ, когда тоже был не очень-то, да, сейчас вот что вытворяет. Так вот, если хотите, ребят, чтобы я ещё раз говорю вам, собрал, чтобы у вас всё это работало нормально, портативно, нигде не собрал, ну на это нужно время, для этого ещё раз есть донаты на Boosty, всё очень просто, работает прям как часы, ребят. Вот, если это никому не надо, никто не донатится, значит, не надо. Вот, но грех не показать на этом канале. Обычные ромки я показываю все на Boosty, естественно, эксклюзивом. Простые были основные вещи, вот такой акцент у нас на YouTube. Но здесь, так как выпустил Stability, причём довольно неплохо выпустил, как видите, да, результат у нас довольно неплохой, я решил показать это всё здесь. Поэтому, ребят, смотрите, думайте, что вы считаете. Если у вас будет возможность где-то пощупать, пощупайте. Насколько я понял, её никто пока ещё не собрал, только я первый, который её собрал. Вот, если она нигде не работает локально, нормально, нигде. Вот, ну, в общем, вы увидели, как это работает. Это работает честно, контекст действительно понимает нейросеть. Всё, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поставьте комментарии, донаты, как и обычно. У меня на этом всё. Пока.